The Samsung Galaxy S5 В 2014 году Samsung выкатил свой флагман Galaxy S5. Не буду томить, этот смартфон считается самым худшим смартфоном из линейки Galaxy. Но почему? Давайте посмотрим на него спустя почти 10 лет и вспомним, что же плохого в нем было. В эфире Руди Гаджетс. Поехали! Первый Galaxy S вышел в один год с iPhone 4 в 2010. И в действительности Galaxy не был настоящим конкурентом для яблочного телефона. Но на стеке поколений Galaxy S3 и Galaxy S4 Samsung реально начинает подбираться к этому конкуренту в виде айфона. Но вот время идет и Apple представляет просто легендарнейший Apple iPhone 5s. Реально легенда. И все реально ждали ответ корейского гиганта. Случился ответ и провалился. От Samsung все ожидали переворот на рынке Android смартфонов. Немного другого. Но что в итоге происходит? Samsung выкатывает пластмассовый телефон в разборном корпусе. И тогда юзеры правда поделились на две касты. Первые говорили о практическом подходе. Ведь намного удобнее открыть крышку и поменять аккумулятор чуть ли не на ходу. Это же реально удобно. Другие же в это не верили. И вспоминая о разборных смартфонах, ассоциировали это с чем-то устаревшим. Хм, разборный смартфон? И сразу в голове представляется кнопочный мобильник из начала нулевых годов. И конечно же ни о каком развитии речи быть не может, по мнению этих людей, если производитель пользуется устаревшим типом сборки для своих флагманских смартфонов. И никто бы ничего не высказал Samsung, например, за то, что они используют пластик в сборке, если бы корейцы не делали закос под металл. Как? А Samsung просто взяла и покрасила торцы смартфона в хром. Так еще и сделала их ребристыми. Почему не сделать металлическую рамку? Неизвестно. Но сделать пластик под металл? Пожалуйста. Это просто было как-то не по-флагмански. Задняя крышка под перфорацию сделана и ощущается с виду, конечно же. Очень дешево, хлипенько, ненадежно. Но тут уже просто дело в восприятии, потому что самовнушение играет очень важную роль. Этот смартфон по эргономике все равно остается приятным. Он на ощупь просто приятный, он легкий, как бы дешево он не выглядел, он все равно приятный. Но все это происходит, все эти положительные эмоции в плане эргономики, происходит после того, как забыть о том, что Galaxy S5 конкурент айфону 5S. Идем дальше. Дизайн это отнюдь не единственное, за что критики зацепились. Датчик отпечатка пальцев. Давайте откровенно. Примерно до выхода айфон 5 телефон от Apple являлся образцовым для других. Никто это не скрывал и все старались стремиться к эпловской элегантности. Но Samsung использовала решение с кнопкой Home, например, в 2010-м. А в 2014-м строила в нее датчик отпечатка пальцев. Но сделала это максимально плохо. К сканеру не нужно было прикасаться, нужно было по нему проводить пальцем. При этом палец должен быть вертикально поставлен. Потому что с одной рукой это сделать попросту нереально. И даже если вы все делаете правильно, то далеко не факт, что телефон разблокируется. Какой-нибудь раз при идеальных условиях он обязательно не сработает. Ладно. Несмотря ни на что, можно спокойно говорить о плюсах Galaxy S5. К слову, если фанаты Samsung еще не озлобились и не разбежались, то успокою. У Galaxy S5 имеется огромное количество преимуществ. Как только я взял его в руки, мне было очень приятно видеть этот шикарнейший, сочный Super AMOLED дисплей. Это просто лучший дисплей у устройства, который можно занести в категорию ретро и который я держал в руках. Также я никогда не видел в своих руках смартфон с пульсометром. Это же просто невероятно. Я чувствую себя наивным мальчиком, которого легко удивить. И да, такие вещи меня удивляют. Не стоит забывать также, что Samsung Galaxy S5 это влагостойкий смартфон. И да, он разборный, но влагостойкий. По задней крышке изнутри проходит прорезиненный контур, защищающий уязвимые элементы смартфона. При этом кнопки защищены изнутри также. Но тогда из-за уплотненности корпуса слегка страдал динамик. Он был тише обычного. А коннектор зарядки спрятан под заглушку. Правда, заглушки нет, но коннектор остался. Это microUSB 3.0. Непонятно для чего. Samsung хотел его встроить в свои Galaxy, но в будущем это уже исправили и поставили обычный microUSB. Также Galaxy имеет 16-мегапиксельный модуль. Я не мог не упомянуть камеру. Это прекрасная камера со своими классными надстройками, со своими режимами. Также я никогда не видел такого замечательного зума. Что по тем временам, что сейчас в устройствах от Galaxy. Да, про камеру Samsung Galaxy можно говорить многое. Фильм снимать просто про эту камеру на эту камеру. Это просто замечательная камера. Но обойдемся тем, что я просто скажу, что это одна из лучших камер на Android, которую я когда-либо видел. Да, я никогда не любил экосистему Samsung. Мне не очень нравится TouchWiz, например, как оболочка Android. Это не самая лучшая оболочка. Но за этой оболочкой как раз-таки спрятано своеобразие и свой подход к пониманию Android. Именно Samsung это те ребята, которые, несмотря на критику, продолжали делать то, что им угодно. Потому что они видели свое устройство именно таким. Они не видели его с голым Android. Они видели его именно так. Это задумка. Они пытались доказать, знаете, что это круто. Они развивали это все. Да, и получился в итоге One UI неплохой. Но все-таки, да, TouchWiz это легенда, будем так говорить. Все вот эти вот приложения, как, например, S-Health, или же S-Voice, S-Planner. Это, казалось бы, обычные приложения, но которые дают в себе ту самую уникальность Samsung, что ли. Да, S-Voice это отдельная тема. Более страшного голоса я никогда не слышал. Мне страшно с ней общаться. Привет. Я не могу найти подключение к сети. Пожалуйста, подключитесь и попробуйте опять. Но, несмотря на это, Samsung все это делала сама. Потому что просто в это верила. И в нее многие верили. И именно поэтому Samsung Galaxy, знаете, топ данную секунду времени. Это лучший производитель Android смартфонов на данный момент, не считая Pixel, например. И знаете, честно признаться, скажу вам следующее. За время эксплуатации этим Android девайсом я к нему испытал некую симпатию. Я никогда не любил Samsung Galaxy, но сразу признаюсь. Я хейтил Samsung Galaxy, никогда его не держа в руках. Я такой человек, знаете, когда я бешусь от того, что человек критикует что-то, при этом что-то не попробовав. Как ты можешь знать, что это тебе не подходит, там, допустим, какой-то телефон, если ты даже его не щупал, даже его не попробовал тактильно. И тут так же. Я взял в руки Samsung Galaxy S5, и я такой просто, вау, вот это машина просто. Начинаю его тестировать, и ничего. У меня нет никакого отвращения к нему. У меня нет чувства из разряда фу, пластик, дешмань. Да нету. На внешку, да, на тактильность, нет. Этот экран, он реально сочный, он реально классный. Дизайн, ну, в этом есть Samsung Galaxy, друзья мои. Этот логотип Samsung под разговорным динамиком, логотип Samsung сзади, везде логотип Samsung. Этот квадратный модуль в центре корпуса, модуль камеры, да, эта съемная крышка, это и есть тот самый Samsung. Samsung уникальна тем, что она такая, какая есть. Это Samsung Galaxy, каким я его запомнил. Кто делал так же уникально Android девайсы, как, например, Samsung или те же самые Sony HTC? Все остальные, они были похожи друг на друга, как вот тыгдык, 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 тыгдык. Одно и то же, постоянно. А сейчас их просто не отличить. Они все копируют друг друга, ни у кого нет своей уникальности, друзья мои. А у Samsung она всегда была, ну, не современной, конечно, раньше. Я его прям, прям полюбил. И я подумал, что не стоит судить о книжке по ее обложке. И это как раз-таки подходит под Samsung Galaxy S5. Это классный аппарат. Им даже на Android 4.4.2 и сейчас не постыдно пользоваться, если знать, как что качать. Да, он классный. Он классный. У него мало значится плюсов. Их много. У него минусов мало. Плюсов. Все плюсы покрывают все эти минусы. С пластиковым корпусом, со съемной крышкой, с устаревшим технологиями сборки. Датчика пятка пальцев. Все это перекрывается огромным пластом плюсов. Это самое главное, как по мне. Это прям топ. Samsung Galaxy S5 топ. Смотрите теперь, с чего мы начинали ролик и с чем мы его заканчиваем. И это реально так. Пишите в комментариях, был ли у вас Galaxy S5. Мне правда очень интересно будет почитать, что-нибудь ответить. Потому что я никогда не встречался с владельцами Samsung Galaxy S5. И мне было бы интересно иметь аудиторию, спросить у нее, аудитория, напиши, был ли у тебя Galaxy S5 и вообще что-то от него испытывал. Кайф или раздражительный? Очень будет интересно про это прочесть. А в эфире был Руди Гаджетс. Меня зовут Данил Рудый. Всем удачи. Всем мир. Любите прошлое и не судите о книжке по обложке. Пока.